Микс Ньюс И сегодня гостем студии является исполняющий обязанности замначальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Если я правильно понимаю, вы исполняющий обязанности уже 7 лет. Да. Вас самого эта приставка не смущает? Вам не хочется уже избавиться от нее наконец? Честно сказать, она мне не мешает, не смущает. Мы работаем, делаем свое дело. А как это называется, не важно. Абсолютно верно. 6-7-2-12-93-9. 6-7-2-13-93-9. Это телефоны прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, звоните, задавайте. Также вы можете связаться с нами по WhatsApp. Пишите нам 2-3-0-6-1-9-1. Может быть, давайте начнем с каких самых основ. Вот уже много достаточно, мне кажется, разговоров идет в последнее время, что у нас есть госполиция, у нас есть муниципальная полиция. Не до конца понятно, если происходит преступление, все-таки, скажем, на территории какого-то муниципалитета. Чья это ответственность? Вот вы можете сказать? Если происходит преступление, конкретно преступление, однозначно это государственная полиция. То есть разница муниципальной полиции такая, что муниципальная полиция не ведет никаких уголовно-процессуальных действий. То есть они, если экипаж проезжает мимо, они видят происходящее действие, либо их послали. Они могут задержать, там как кино показывают, лицом в землю с автоматами. Ну ладно, автоматами не пользуются. Ну то есть уголовное задержание, как таковой арест преступников они могут провести. Но дальше все бумажные, формальности, все процессуальные действия будут вести уже государственная полиция. А административные правонарушения? В области административного правонарушения компетенция во многих областях, скажем так, дублируется. Дублируется. Во многих. Есть, конечно, у государственной полиции эксклюзивные нормы, то есть то, что они непосредственно контролируют. Ну у муниципальной полиции компетенция немножко поуже, но она, так сказать, ближе к народу. Просто многие идут вот в последнее время, мне кажется, такие разговоры о том, что может быть все-таки стоит объединить эти две структуры, чтобы была госполиция по всей Латвии. В каждом униципалитете свое отделение, и они занимались бы уже всем. Зачем нам, тем более, если вы говорите, дублируются какие-то зоны ответственности. Я могу сказать, что эта идея, скажем так, с приходом каждого нового кабинета министров раньше муссировалась эта идея. Мы даже смеялись, что надо было сделать буклет уже новому министру, почему это невозможно. Но на самом деле реалии таковы. То есть государственная полиция работает в соответствии с теми директивами, приоритетами, которые устанавливает министерство. То есть если в стране есть проблемы, например, с контрабандой на восточной границе, то они начинают бороться с контрабандой акцизного товара. Приоритеты. Абсолютно верно. Соответственно, все ресурсы выдвигаются туда. Мы конкретно с такой проблемой столкнулись в 2008 году, когда муниципалитет просил государственную полицию помощи в связи с этими наездами, мошенническими схемами и нападениями на туристов, когда они просто говорят, извините, у нас весь ресурс переориентирован на конкретно такие вещи. Те же самые Спаси, когда в Риге были, да, государственная полиция оказывала поддержку. В конце концов, завершающую операцию проводила криминальная полиция. Опять же, с нашей поддержкой. Здесь есть разница, наверное, такая. Финансирование в государственной полиции центрально идет из аппарата министерства. Соответственно, экипировка, прочее, оно как бы централизованно распределяется по всей стране. Если какой-то город, например, вот они буквально, вот они хотят у себя видео, допустим, наблюдения, а министр решит, что это не настолько актуально, потому что там ситуация не такая криминогенная, то они эти камеры не получат. Если мы говорим за муниципальную полицию и муниципалитет как таковой, который тоже обязан, ну, муниципальная власть обеспечивать порядок, то, что для муниципальной власти актуально на данный момент, этим и занимается муниципальная полиция. Вот здесь есть, наверное, разница, потому что финансирование идет из муниципалитета. И поэтому, например, все те же самые камеры, конкретно в Риге, мы отвечаем за систему видеонаблюдения. В государстве, как таковой единой системы видеонаблюдения нет вообще. Есть города продвинутые, технологичные, Елгова, они вообще шагнули немножко в следующий век, мы их все догнать пытаемся. А что в Елгове такого? Ну, у них смарт-сити, как таковая технология, то есть искусственный интеллект обеспечивает город, во многом контролируя, мониторяя все происшествия. Я не говорю о нарушениях, я говорю происшествия, которые могут быть в ведомстве муниципалитета, то есть там аварии, водопроводы, еще что-то, еще что-то. То есть за этим следит не человек, а компьютер? Ну, в основном, да. То есть у них, естественно, есть и центр оперативного реагирования, там отдельная комнатка для кризисных ситуаций, для прочего решения, но за многими вещами у них вот-вот-вот уже технологично. А это была, я понимаю, инициатива именно муниципальных, муниципалитетов. Владимир Равенщ, очень активно, ему, видно, это все очень понравилось, заинтересовало, они в свое время, скажем так, как сказать, наняли, не наняли, арендовали весьма прогрессивного толкового паренька молодого, которому тоже это дело интересовалось, он соображал в технологиях всякие разные европейские проекты. В результате, я бы сказал, Елгова в плане технологичного развития, наверное, шагнули немножко дальше нас, вот в плане контроля за городом. А как в Риге у нас человек сидит, и перед ним 20 экранов, и он должен всем следить, или это постфактум уже? Нет, у нас человеков немножко больше, чем один. Ну да, но и камер-то в Риге много. Ну да, камер больше, чем 2500, в принципе. То есть есть камеры наши, есть камеры департамента сообщения, есть камеры департамента образования, но непосредственно вот камеры, которые нацелены на обеспечение общественного порядка, наши, например, 169 управляемых камер, а должно быть еще больше со временем, но опять же из-за всех этих политических событий в Думе, пока что этот проект, опять же, не удается начать реализовывать. А сколько людей на 169 камер одновременно работает? От 4 до 7, в зависимости от ситуации, в зависимости от дней, в зависимости от фазы Луны, как бы смешно это ни звучало. От фазы Луны? Ну, соответственно, то есть когда есть определенная фаза Луны, в течение обстоятельств это выпадает на дни, когда есть зарплаты и праздники, длинные выходные, тогда, естественно, активностей со стороны граждан, как добропорядочных, так и недобропорядочных, гораздо больше. Поэтому нагрузка на нас увеличивается. И какая это фаза Луны, когда самая большая? О, это полнолуние. Полнолуние? Естественно. То есть, подожди, я просто пытаюсь понять, у нас вот от 4 до 7 человек, 169 камер, это получается на одного человека от 20 до 40 камер примерно? Камеры стоят в режиме автоматического патрулирования в основном. Дальше получается ситуация такая, работники, они, ну, действительно, я иногда восторгаюсь, они настолько профессиональные, что он там краем бокового зрения умудрился выцепить какую-то картинку, он тут же переключается на эту камеру, уходит на ручное управление, а дальше уже они отслеживают вот само происшествие до момента, пока закрываются двери бусика с этим вот. И сколько идет смена у такого человека? Двенадцать часов, ну, естественно, с перерывами, с отдыхом. Двенадцать часов? Да. Просто к концу, ну, двенадцать часов это очень долго. Ну, и, например, человек же должен отойти, ну, условно говоря, там, или поесть, или там по нужде. Для этого вот у них есть старшие смены, которые распределяют. Нет такого, что они там как роботы сидят, то есть, естественно, и с перерывами, и с прочим, потому что иначе бы, ну, нас бы совсем все. Ну, здесь мы можем перейти к дальнейшей части темы обсуждения, иначе у нас все бы давно уже были списаны по инвалидности, по зрению. Ну, вот, да. То есть, получается, подряд они там сидят, не знаю, часа три-четыре, потом меняют. Меньше даже, там, невольно час. Ага, ну, ладно, тогда это еще можно представить. Ну, и плюс мы активно, во-первых, мы участвуем во многих европейских проектах, получая где-то технологию, где-то знания, где-то что-то материальное, например, там, бывают какие-то компьютеры, гаджеты для детей, еще что-то. Ну, это, наверное, нужно тогда отдельно освещать для целой передачи. То есть, без этого еще есть моменты, когда определенные европейские технологии, определенные какие-то новаторские идеи, какая-то новинка в области коммуникации между полицией или любой экстренной службой и гражданами. То есть, вот мы очень активно работаем на технологии, на технологический ресурс. А вот китайские все эти распознавания лиц... Оно есть и у нас, только проблема другая, что, во-первых, у нас до сих пор та же самая государственная инспекция по данным, как-то не определились, реально, нереально это используют. Либо это могут только уже службы национальной безопасности, либо еще и полиция, хотя регула, в принципе, полиция это позволяет, но для определенных целей. В принципе, есть даже латвийские компании, которые разрабатывают эту систему. А далеко ходить не надо французов, он пробовал немцы, только что пробовали у себя на... Ну, немцы пробовали в Берлине на федеральной этой станции на вокзале, поскольку он у них здоровый, именно на поезд. Ну, работает очень позитивно, на мой взгляд. Единственное, да, то есть, если ввести такую систему, как вот то, что они показывали в Китае, у нас народ, наверное... Вот тогда, наверное, и у нас народ начнет задумываться о том, что такое прайвесель. То есть, вы, в принципе, положительно относитесь к этой идее о том, что вот такое... Безусловно, я вам могу сказать, мы смотрели, например, то есть, если брать на внимание опыт, например, французских коллег, они не имеют доступа до государственных баз данных, у них там муниципальные регистры и так далее, соответственно, без фотографий, без ничего. Им приносят фотографию, ну, потерявшегося человека, например. То есть, вот у них массив данных, 10 дней, они эту фотографию, которая с телефона, причем малокачественная, загрузили в базу, 3 минуты, и он показал все перемещения человека. Ну, где он на каких-то камерах возникал? У нас это, например, поскольку мы летом, у нас получается в день по 2-3 ребенка теряется на пляжах. То есть, и мы вот там вручную их ищем, квадроцикл, бегом, пешком. Это было бы шикарно. Ну, у меня просто интересно ваше мнение. Вот с той точки зрения, потому что есть много, конечно, сторонников этой идеи, я там об всеобщем, таком большом брате и все видящем оке, а есть, конечно, и большие противники этого, в том числе, говорящие о том, что это несколько попирает свободы, что это, ты чувствуешь себя как бы как под колпаком все время и так далее. Вам это кажется несущественным, эти аргументы? Я вам могу сказать, я просто знаю, насколько камеры во многом помогают иногда очень быстро, во-первых, предотвратить некоторые вещи, во-вторых, догнать, расследовать, наказать преступника, то есть, и если это действительно используется в целях правоохранительных, не злоупотребляя, то это колоссальное подспорье для любой полиции. Потому что у нас, например, вот нашим видеоцентром пользуются, скажем так, все правоохранительные органы в рамках своей компетенции, в рамках своих нужд. То есть, у нас и уголовная полиция проводила оперативные мероприятия. Сотрудничаете постоянно, да? Конечно, конечно. У нас есть одна большая прелесть. Если мы берем внимание, например, законодательства многих европейских государств, там очень сложно привязать запись, если нет других улик к делу. То есть, на основании одной записи там особо не обвинишь. У нас, в соответствии с уголовно-процессуальным законом на сегодняшний день, у нас есть на записи, как человек кого-то избил, есть какая-то связь, что, ну да, вот полиция приехала, именно его задержали. Причем это на камере видно. Все это прямая улика и вполне достаточно для обвинения. Если взять, например, британскую систему, то там судья должен заранее санкционировать использование конкретной камеры для фиксации конкретного преступления. Ну да, то есть, он должен предвидеть, что это человек... Это активная работа, опять же, если они знают где-то, они могут даже установить еще что-то. Но все это только с санкцией судей. А иначе это не прямые улики, то есть, записать-записал, будь добр, докажи по-другому. Если, опять же, доказать по-другому не получается, нет ни пальцев, ни улик, ничего другого, только запись. А там, ну, слишком упертый, не знаю, тот же самый преступник. Соответственно, дело будет муссироваться годами и безрезультатно. Еще так, мы просто делали, мне кажется, несколько месяцев назад эфир как раз про камеры наблюдения, и почему-то нам было очень сложно найти кого-то из полиции, кто ответственный за это. Вы нам так сейчас попались. Да, мы звонили, нам все пересылали в отдел, я помню. Есть какие-то ограничения по поводу того, где могут находиться камеры, что они могут снимать? Условно говоря, если в эфир камеры попадает там чей-то жилой дом на первом этаже, и там видно его окно. Если это полицейская камера, то она там может быть, соответственно, для этого... Ну как, во-первых, изначально у нас есть регулированное национальным законодательством, что камеры устанавливаются в соответствии с решением конкретного полицейского учреждения. То есть начальник полиции, и прежде чем он где-то там поставит камеру, он должен как-то это обосновать. Естественно, если камеру вдруг поставят напротив вашего дома, там, не знаю, который будет смотреть вам в окно, вы можете попросить у полиции, а почему именно там. То есть, возможно, для этого будет какое-то обоснование, возможно, нет. Но та же самая регула, которая страшный нормативный акт для всех, она, в принципе, оговаривает, что нежелательно камеры ставить там, где люди ожидают особенную правильность. То есть, это, ну, раздевалки, туалеты и прочее. Понятно. Но нежелательно, не запрещено, а нежелательно. Ну да. То есть, теоретически, если расследуется какое-то дело, и вы знаете там, что в определенном общественном туалете происходит обмен товаров, то вы имеете право, что... Абсолютно верно. И вот я вам как раз про это и говорю, когда спрошу вас про вот эти... Поэтому, ну, поэтому есть, наверное, и правоохранительные службы, и есть простой порядок для любых других, кто захочет размещать камеры. То есть, даже охранная служба какая-то, внутренняя служба безопасности, они не имеют таких полномочий на использование видеонаблюдения, как конкретно полиция. Потому что, ну, это все, опять же, оговорено у нас. Многие, может быть, не знают, где-то сомневаются. Потом я могу сказать, что у нас камеры, когда мы размещаем камеры, однозначно мы разговариваем с государственной полицией, и это те ключевые места, где происходит много криминальной активности, либо подозрительной активности. Вплоть до того, что мы иногда технологично использовали мобильные камеры, то есть, где-то для определенной какой-то ситуации поставлено, какое-то время работает, фиксирует, что надо, дальше отработало, поехало, другое фиксирует. Да, у нас же их пять, кажется, в Риге, если я не ошибаюсь, мобильных камер, или уже больше? Да, их можно гораздо больше сделать. Ну, можно, а сейчас у нас сколько таких? Это надо спрашивать у Думского и ТЦ, насколько они ресурс свой увеличивают. А насколько, скажем, камеры, просто видеорегистраторы, которые стоят, может быть, на машинах и являются доказательством каких-то правонарушений, ну, или вдруг там становится человек свидетелем какого-то правонарушения, может ли он передать эти записи в полицию, они будут ли... Может, но для этого нужна дополнительная процедура, то есть, соответственно, все равно полиция будет его опрашивать и допрашивать, где, когда, при каких обстоятельствах все это было, для того, чтобы зафиксировать это вот непосредственно, как, не знаю, ну, для тех же аварий, для еще чего-то. То есть, просто, когда кто-то с регистратора заснял какую-то съемку, ну, это, ну, молодец, ну, что сказать. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, это телефон напрямого эфира, звоните, номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1, у нас в гостях исполняющий обязанности замначальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов. Наденьте, пожалуйста, в свои наушники, у нас уже есть первый звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Значит, случай такой был на стоянке возле дома, на автомобильной. Значит, моя машина, ну, не понравилась соседу, он хотел свою машину поставить на это место. Уж не обозначено, где какая стоит, должна стоять. Значит, то, что делает, бьет зеркала боковые, ногой позбивал. Потом поехал в ЦСДД, взял справку, что ваша машина в этом состоянии, ну, технически несправном состоянии, стоит долгое время, поэтому через 15 дней убирайте, иначе мы приедем, заберем эвакуатором. Вот повесил этот листик, ну, и молчит. Я приблизительно понимаю, кто это делает. Приехал разбираться, ну, написал в полицию, они приехали, тут все сфотографировали, так, поспрашивали, быстренько соседей, никто ничего не видел. Вот, потом, значит, следователи, я присылал повестку, я пришел, она говорит, что беседовала, ну, я сказал, кто это может сделать, она говорит, мы беседовали с этим парнем, он говорит, я ничего не делал. Вот я поехал, взял листик ЦСДД, наклеил, в этом создается, а то, что он разбивал, он не создается, а то, что я могу делать, мы же не будем его пытать, понимаете. Что делать надо в такой ситуации, я понимаю. Да, 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 спасибо за ваш вопрос, да, вот такая ситуация, если очень не знают, сколько вы там готовы отвечать на какие конкретные вопросы. Я могу сказать так, во-первых, ну, все равно настаивать на своем государственной полиции, если он абсолютно уверен, что вандализм и порча его имущества состоялась, и это сделал конкретный сосед, может быть, таки кто-то где-то видел, для того и существует система опроса, свидетелей и тому подобное. Ну, говоря о листиках на стекло с предупреждением, впрочем, здесь, наверное, надо уточнить, человек немножко заблуждается, это как раз-таки компетенция муниципальной полиции, которые приезжают на вызов, осматривают машину, на машину приклеивается предупреждение, там есть две ситуации, то есть, либо машина с техосмотром, либо без, если машина с техосмотром, и действительно выглядит, что она давно уже стоит заброшенная, мы клеим на 45 дней предупреждение, в течение 45 дней хозяин должен ее переставить, ну, то есть, начать использовать, если не используется, тогда она уезжает на стоянку, еще 30 дней стоит, потом ищут хозяина, долгая катавасия, в конце концов, ну, если никто нигде ничего, тогда машина уезжает, то есть, это не сам вот сосед этого звонящего? Абсолютно, это муниципальная полиция. То есть, скорее всего, если мы берем вот эту историю, то, вероятно, этот сосед позвонил в муниципальную полицию, вполне возможно, а это может запросить, опять же, государственная полиция, есть ли действительно такая связь между поломкой его зеркала, еще чем-то, но, если ему повлепили предупреждение на 15 дней, то значит, что на машине не было техосмотра, значит, машина действительно не особенно используется в движении, то есть, причем, есть уже отработанная юдикатура, это не значит, что он может взять ее, переставить там на 10 сантиметров, там на полметра, или даже в рамках того же двора, на ближайшее свободное место, это все равно не будет использованием машины. То есть, человек должен либо на ней ездить, соответственно, быть, пройден техосмотр, страховка, все остальное, либо, ну, пусть позаботится убрать куда-то на свою территорию, где никто не будет возражать, либо уже мы позаботимся, она уедет на спецстоянку, и опять же, спустя какое-то время она уйдет на шок. Вот у меня вопрос, если вдруг человек боится за свое имущество, ну, вот, скажем, конкретно за машину, что что-то происходит, ему бьют зеркала, протыкают шины, может ли он поставить камеру видеонаблюдения, будет ли считаться запись этой камеры доказательством? Проблема в чем? Для того, чтобы он поставил ее, он должен быть уверен, что эта камера будет снимать только его машину, и туда не попадет никто другой, кроме, возможно, злоумышленников. То есть, проходящие мимо, люди не имеют права попадать в кадр? Нет, они имеют права попадать в камеру, он не имеет права их фиксировать, скажем так. То есть, если же это, если, ну, не надо там мегарегистрации где-то там в службе, в инспекции данных, то есть, это вот со всей регулой есть люди могут для себя, для своей безопасности, но есть критерии оценки, там 9 параметров, по которым нужно оценить, возможно ли достичь этой цели меньшими средствами, то есть, не объемная, не знаю, там 360-градочная камера, которая пишет все время, причем еще и профилирует в буфер там с отметками, не знаю, движения прочего, простым пальчиком, то есть, опять же, нужно брать внимание, чтобы, не дай бог, не купить что-нибудь такое, что подпадет под закон об обороте стратегического товара. То есть, здесь вероятно, что приходит человек к записи, говорит, вот у меня записи, мою машину вендарят, ему говорят, спасибо, мы его накажем, но и вы тоже, извините, нарушили. Абсолютно верно. И какое может быть оказание? Там денежные штрафы, в принципе, предусмотрены за незаконную обработку данных, либо за нарушение при обработке данных. Однако же, если в результате вот такой незаконной обработки данных кому-то будет нанесен ущерб в размере более, ну, нематериальный ущерб, высчитывающийся в эквиваленте более пяти минимальных зарплат, ну, это сложно. Но если будет лицо, кому нанесен ущерб и сможет доказать, то это уголовная ответственность. У нас еще есть один звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. А если человек потерял работу, и у него стоит машина, да, у меня машина была без техосмотра, то есть я прошел техосмотр, и вот после я ее поставил машину, она стоит, ну, вот, с техосмотра, как бы, не еженая, да. Время проходит, эту наклейку, ну, она становится негодная, и что? А куда? Мне больше машины некуда девать, потому что я нищий человек, я же не миллионер, да, я не грабил Латвию, то есть я простой, нормальный человек. И дальше, что делать? Задевать машину. Спасибо. Ну, что в такой ситуации делать? Здесь я могу сказать, я не только вот в такой ситуации, в ситуации, когда люди куда-то уезжают на три, на четыре месяца, никто не застрахован от того, что соседи там возьмут зломеренно, чтобы освободить себе место. Еще как-то, здесь вариант один, найти какого-то знакомого, у которого есть его частная территория, например, земля, на которой гарантированно никто не будет возражать или ставить туда. Такой вывод. Кто главная, головная боль вот муниципальной полиции, кто чаще всего совершает подростки, иностранцы, не знаю там, ну вот какие... Пенсионеры. Ну вдруг. Во-первых, люди. Я бы сказал так, наверное, очень сложно выделить определенную категорию, либо как-то так разделить. Подростки – это одна головная боль, взрослые нарушители – другая головная боль. То есть, причем и меры. Основная, наверное, проблема в том, что это культура и воспитание, наверное, населения как такового. То есть, вот новое поколение вот этих вот гаджетозависимых, отсутствие какого-либо уважения. Ну это, взаимно, опять же, то есть, это мало работы общества на то, чтобы они уважали старших, соответственно, там никакого уважения к старшим, плюс новое законодательство, европейская мода, то есть, принципы ювенальной, юстиции, дети чувствуют себя абсолютно безнаказанными, и мы идем семимильными шагами к тому, чтобы было у нас, как вот, есть некоторые разные кино, голливудские, когда, например, там подросток весь фильм хулиганит, его полиция весь фильм ловит, и говорят, ну подожди, будет тебе 18. Ну, вот мы постепенно двигаемся к тому. Если мы говорим вот о преступлениях иностранцах, у нас какое-то время была такая мода, связанная с памятником свободы. Очень давно. Очень давно, да, да, да. В общем, это меняется, сейчас в последнее время все чаще мы ловим, по крайней мере, вот как у нас в новостях периодически попадаются новости о том, что какой-то иностранец голым что-то делал, там, недавно у нас была буквально позавчера новость про то, что нюхали кокаин на улицах, там еще пару месяцев назад было про то, что они играли в какую-то игру связанную с выкладыванием одежды и так далее. Вот это что массовое или просто такие самые яркие случаи? Я бы сказал, это, наверное, яркие случаи на фоне серой и такой рутины. Поэтому они, наверное, выделяются как-то и попадают в глаза. То есть когда-то, когда у нас была действительно проблема, когда сюда ехали именно, ну, это не секрет, когда заключались пари, что вот приедут и именно вот у них цель была что-нибудь такого сделать. Да, потому что цена пари была выше, чем штана штрафа. Абсолютно верно. Испоганит здесь, допустим, памятник, при этом зафотографироваться, еще и убежать от полицейских. Это было гран-при, это было все вау-супер. Используя всякие разные методы, коммуникацию, в том числе какие-то такие хитрые варианты сотрудничества с британцами, очень быстро удалось. То есть вот эту вот именно идею из пари прекратить. Но это, да, это 10 лет назад, это история, опять же. На самом деле надо отдать должное, то есть, что посольство, что они подключили не какое-нибудь маленькое там, допустим, медийное агентство, фирмочку, они подключили BBC. То есть, мы снимали здесь интервью, именно на фоне памятника свободы, просто рассказал о ценности, наверное, непосредственно самого монумента народу, почему народ так остро реагирует. Несколько примеров, то есть, как бы реагировали те же самые британцы, если бы латвийская диаспора, в размере тех же самых, там, 200-300 тысяч человек, живущих в Объединенном Королевстве, каждый бы ехал бы описать мемориал тому же Нельсону. То есть, как бы чувствовали они себя. Ну и как-то вот после этого, действительно, именно британские вот эти вот активности прекратились. И прекратились вообще любые, получается, или именно такого рода. То есть, сейчас есть какая-то мода среди туристов? Туалету есть, бывает, когда люди, выпившие, идут, ну вот его вот приспичивалось, ну чуть дальше есть в туалет, но нету вывески, либо он даже и не смотрит, особенно, когда нормально выпитый, его уже не интересует, он ищет какой-то укромный угол, а тут вроде вот стеночка, уголочек, ну вот зашел, и в результате здравствуйте, опять же мы, как бы, добрый вечер. Ну, сказать, что это приносит большую головную боль, наверное, будет очень неправильно, потому что тенденция как таковая снизилась, самое главное, что меня радовало, что за последние 10 лет очень сильно поменялся профиль туриста, если вы говорите вот о тех, которые приезжают сюда на эти мальчишники, допустим, на вечеринки, которые там занимаются играми, когда-то это была основная масса, которая прилетала сюда в четверг, приезжали с паромом, приходили с паромом, то на данный момент это пенсионеры из классической старой Европы, очень много азиатов, но азиаты делают балтийский тур, и вот появление именно азиатов, китайцев, японцев для нас свидетельствует о том, что когда-то туристическая полиция достигла своей цели, то есть город стал безопасным, то есть они в небезопасные места не ездят. Давайте мы еще, так вы, Рижская муниципальная полиция, нет, нет, звонка пока, просто надо все-таки обязательно поговорить и про то, что сейчас происходит в Рижской думе и как это отражается на муниципальной полиции, потому что бюджет еще не принят, вот как вы в этой ситуации чувствуете себя, насколько безопасно? Ну как, технически-то бюджет все равно есть, одна двенадцатая, то есть зарплаты работникам они гарантированы, ну соответственно, все то, что у нас было, текущее, оно есть, начинается опять же проблема, если мы говорим вот о камерах, почему, например, в какой-то момент мы развивались, 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 потом в 2014 году мы вынуждены были остановиться, в 2005 году начали устанавливать первые камеры, там первые там 15, вернее сначала было 5, потом еще, 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 и так спустя каждые какие-то 3-4 месяца, каждый год какие-то инвестиции, ставили, расширяли, поставили сервер, все, пришел 2014 год, первые камеры, которые ставили в 2005 году, все, 10 лет свои отработали, они действительно, ну то есть хлам, получается, их нужно модернизировать, соответственно, все средства, которые могли бы пойти на расширение, пошли на модернизацию, и так вот по кругу, и на сегодняшний день мы пришли к чему, да, у нас как бы все весьма модернизировано, все здорово, мы не можем двигаться дальше, мы не можем расширяться, вот это проблема того, что не принят бюджет, на данный момент, насколько я знаю, по крайней мере, что касается наших инициатив, то здесь дума, какие бы разлады у них не были, здесь, наверное, надо действительно благодарить депутатов, ну либо это здравый смысл, что касается вопроса безопасности, у нас всегда практически голосования без возражений, единогласно принятые вопросы и поддержка полиции. То есть даже если вдруг сейчас в размере, если сейчас изменится власть в Думе, потому что, ну там может быть, потому что 2009 года было согласен чечеслужить Риге, если даже поменяется, муниципальная полиция, скорее всего, этого не почувствует. Ну, думаю, что не особенно, потому что, ну если только есть у людей, вдруг, я не знаю, может быть, пришедшая какая-то другая политическая сила, они скажут, вот у нас другой приоритет, давайте там завтра создадим, не знаю, строительную полицию. Ну, хотя предпосылок к этому нету, по всей стране идет именно усиление локальных полиций, новый закон предусмотрен на то, чтобы, ну, новый закон об административной ответственности, который вступит в силу с 1 июля, он предусматривает, опять же, немножко расширить компетенцию муниципальных полиций, там уже четко оговоренные процедуры, поэтому, ну, не знаю, опять же, возвращаясь к теме, что вы говорили, на тему ликвидации объединения, в очередной раз это просто нереально. Вот, насколько плохая экономическая ситуация в стране может влиять на уровень вообще преступности, вообще агрессии людей, вот, того, что люди меняются? Плохая социально-экономическая ситуация, она вызывает агрессию людей, еще люди, ну, это элементарная психология, наверное, человек, он все время идет, он все время думает о том, как выжить, как где-то чего-то, как что-то набрать, при этом, ну, вот, перебежал он дорогу, ну, формально вроде нарушение, если у него зарплата 4000 евро, грубо говоря, перебежал дорогу, подошел к нему полицейский, начал разговаривать, да, иначе твой максимальный двадцатник, выписал квитанцию, все, и отстань от меня, он этого и не заметил, а здесь уже сам момент, что его кто-то тронул, кто-то что-то сказал, и вот такие вот вещи, то есть, ситуация с Ригой с Атексом, когда-то кто-то искусственно накачивал ее через этих мегаэкспертов в Фейсбуке, о том, что там полиция не имеет права проверять данные, не имеет права передавать туда, полный бред, но три-четыре таких комментария, соответственно, куча негаций, куча зайцев, все бегали, кричали, в результате, почему полиция до сих пор продолжает с контролером вместе работать, потому что каждый третий заяц считает, во-первых, основываясь на фейсбучной экспертизе, что никто не имеет права его трогать, во-вторых, что и полиция не имеет права, в-третьих, каждый пятый, наверное, из них считает, что нужно попытаться потолкаться с контролерами, глядись, можно решить вопрос силовому как-то, некоторые даже с полицией пытаются попихаться, потолкаться. А как вы вообще, вот, кстати, по поводу Рига Сатексма, вы как-то выбираете, по каким маршрутам стоять? Мы вообще абсолютно нет. Это... То есть Рига Сатексма вам звонит и говорит, нам нужно столько-то сегодня... Да, мы им говорим, что столько-то вы не получите, потому что у нас есть своя работа, но где-то, если у вас есть проблемы, можем поддержать, есть проблемные маршруты, есть где-то, да, конечно, пожалуйста. Потому что, ну, это совершенно не полицейская функция, то, что мы вынуждены делать, это им оказывает поддержку. Но, опять же, эту поддержку необходимо им оказывать по причине агрессии населения. Ну, давайте мы тогда проговорим для наших радиослушателей. Контролеры без госполиции тоже имеют право физически задерживать Зайцев. Но вы выводите физически, они имеют право высадить человека. Высадить. Но высадить, опять же, то есть они не могут его схватить и высунуть оттуда. Если человек отказывается, да, они вызывают полицию для того, чтобы уже полиция его высадила. То есть полиция имеет право применить физическую силу. Когда контролеры пытаются высаживать, это, наверное, такие превышения определенных полномочий. Это как, когда охранники в магазинах пытаются кого-то там уложить лицом в пол, там обыскать. Ну, такие неуполномоченные они тому. То есть они могут заезжать, вызвать полицию. Давайте, у нас есть еще звонки, мы примем их, пока есть такое время. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Извините, не с самого начала слушала вашу передачу. Мы живем в центре, и напротив наших ворот почему-то не нарисована желтая линия. И постоянно останавливающиеся машины напротив наших ворот препятствуют и оперативному транспорту, и личному. Мы обращались в Рига с просьбой установить эту, нарисовать эту линию. И нам отвечали, что, мол, вызывайте муниципальную полицию, пусть она штрафует останавливающийся напротив ворот водитель. А какой адрес? Бриебас, 66, угол Гертрудес и Бриебас. Угол Гертрудес и Бриебас. Там вознаглый против ворот нет этого креста. Спасибо большое. Если есть какой-то комментарий или вопрос о том, что вы имеете к сведению. Для начала, для того, чтобы корректно ответить Чайку, надо бы вообще знать, чья земля. Несмотря на то, что красная линия, чья земля там. Потому что многие по старинке, что муниципалитет им всем обязан, то есть он приобрел себе кусок земли, в том числе с дорогой, и все мне теперь обязаны, не будь, нет. То есть если это твоя частная земля, то ты сам обязан там нарисовать желтую линию, если ты хочешь. Соответственно, согласовывая ее с Латвией Свалас Цели и согласовывая ее с муниципалитетом, если это прилегает с красными линиями. Без всяких желтых линий в данной ситуации, например, если у них стоит машина напротив ворот, стоять запрещено, останавливаться запрещено. Да, там уже без линии, это просто правило, да. Абсолютно правильно ответил департамент сообщения, без всяких линий вызывайте полицию, звоните. Ну вот, может, вы теперь будете знать, что там такое рыбное место. Часто нарушают. Нам этих рыбных мест по городу хватает. У нас хватает людей, которые считают, что это самая большая проблема в мире. И то есть вот вот эта вот парковка, они буквально загружают полицию настолько, что, ну, скажем так, приходится иногда, даже, наверное, бывает, я понимаю дежурных, которые иногда срываются в довольно-таки некорректной, может быть, форме, людям объясняют, что мы не приедем мы ни сейчас, ни через час на вашу там парковку, потому что у меня там драка, там где-то поножовщина, там наркоман, с которым, получается, часа три с половиной возиться, все вместе с государственной полицией, это пока отвезешь на экспертизу, туда-сюда, ну, а тут вот 27 человек во дворе стоят без разрешения. А вот, то есть, эти приоритеты кто выставляет? Ну, во-первых, есть, скажем так, есть правила для государственной полиции со временем реагирования, с категоризацией вызовов, всем остальным. мы стараемся придерживаться и этого принципа для того, чтобы был одинаковый принцип работы, потому что у нас единый центр диспетчерский, то есть, ну, чтобы это было одинаково, опять же, плюс свои местные дежурные в каждом районе, он видит ситуацию, он знает, сколько у него экипажей, он знает, куда поехал, какой экипаж, на какие вызовы, он знает, какие-то криминальные точки в районе, ну, где, допустим, получили вызов, что там на таком-то адресе сидит молодняк, то есть, там известно, что будет человек 7 с бутылкой пива, из которых двое начнут, естественно, умничать и спорить, ну, это пример, да, из которых еще один начнет там юридически аргументировать абсолютно неправильную позицию, в результате будет там трое задержанных, то есть, понятно, что экипаж один, там будет мало, значит, туда поедет второй, значит, в этот момент, где-то, где за парковку, кому-то вот прямо, прямо мешает машина, которая стоит абсолютно верно, бумажки, ну, на эту бумажку мы прием часа через три. Вообще, как, хватает людей в муниципальной полиции? Потому что, я видел, буквально, мне кажется, вот этого месяца новость, что начальник муниципальной полиции говорил о том, что у кандидатов, кандидатов хороших мало, не хватает грамотности и так далее. Ну, здесь, наверное, обоюдоострая проблема, не только кандидатов хороших, а и старые работники, они начинают состариваться. То есть, в принципе, у нас на данный момент порядка 140 вакансий. То есть, грубо говоря, сотня, это 10%, у нас она была всегда как текучка за год. То есть, это 100 человек приходило, 100 человек уходило. Это, в основном, молодые, которые там до трех лет отработали. Но это не только оперативники, это вообще все работники. У нас 93% это работники. А, то есть, у вас такого... Да. И получается, то есть, просто работники достигли определенного возраста, в чем печаль, например, за прошлый год у нас довольно-таки много работников были вынуждены уйти из полиции по состоянию здоровья. У кого-то констатировали профзаболевание, кто-то просто больше не мог, кому-то доктор написал, что все не соответствует и до свидания. Потому что работа тяжелая. Для этого, например, в государственной полиции есть пенсия по выслуге. В муниципальной нет? Нет. И вот здесь и есть эта самая большая проблема. То есть, люди стареют, люди уходят, вместо них притока молодых мало, а если еще и приходят молодые, ну, у нас как раньше система была какая-то, там, до определенного уровня успеваемости, ты даже аттестат не получал. Ты получал справку о том, что прослушал курс образования, там, и все. На сегодняшний день аттестат выдается всем, там вписываются только результаты экзаменов. Иногда, например, слезы на глаза наворачиваются, когда ты берешь, вот человек, он там претендует, ладно, я, серии написать на компьютере можно, еще где-то более-менее грамотно. То есть, открываешь, например, список его экзаменов, там, парень молодой, физически может быть крепкий, внешне выглядит, то есть, математика 12%, латышский язык, 16%, английский 34%, ну, телефонами возится, что-то более-менее, да, какая-то физкультура, еще что-то, он там, великий спортсмен, ну, куда такого, если у него ни логики, ни, ну, ни он точник, ни он гуманитарий, то есть, ну, просто, открываешь дачу, смотришь шоссе, глаза ломаются, вот то, что они там пишут, во-первых, это какие-то абсолютно короткие, примитивные предложения, я, конечно, не хочу никого обидеть, у меня ребенку 10 лет, дочка, она уже пишет сложно, подчиненными, какими-то предложениями, с оборотами, а здесь нет, здесь вот, примитив, который, например, в детском садике учат, причем, ну, из принципа, вот, слово, из чё, написано, из четырьмя ошибками. А есть, ну, это прям глупый вопрос, но очень хочется задать, если полицейский выписал штраф с грамматической ошибкой, это может стать причиной для обжалования? Если оно повлияло на суть решения, да, то есть, если он, например, перепутал лапсташина-систавешину, ну, да, безусловно, потому что там разные санкции, а так, чисто грамматическая одна ошибка, две, вопреки мнению, что всё, только из-за этого я могу оспорить, это всё, даже в законе прописано, что при ошибке математических расчетов и правописания, если это не повлияло на решение, то это просто исправляется, из коммунодородина. Математических расчетов, это если, например, у Сома говоря, неправильно посчитали... Дмитрий померил неправильно, не знаю, ещё что-то. Там, в финансовой области где-то констатировано решение бухгалтера в результате неправильного расчета. Ну, куча вариаций. То есть, если не влияет по сути, то и... А что должно измениться, чтобы всё-таки вот люди пошли в полицию, это стало, ну, такой... Потому что я знаю, что в Европе, например, это, ну, полицейский, он получает, действительно, государственные пенсии за выслугу лет, и там это всё очень, ну... Во-первых, наверное, социальные гарантии должны были бы поменяться, это первое. А второе, наверное, таки престиж здесь, опять же, представьте себе сегодняшний ход родителей, не знаю, ну, может быть, я вот, своё поколение, да, люди, которые росли в 90-е, а которые вот уже взрослели в 90-е, скажем так, такое уважение к милиции, там, того времени, полиции, когда там всё это было связано, не поймёт, что творилось, там, какие-то там, не знаю, те же самопреступления, каждый был сам за себя, они же так же детей воспитывают, то есть, не верь полиции. Я вот, у меня ребёнок рассказал, у них пришёл социальный педагог, да, человек, который обязан детей интегрировать в общество, это вот её цель, её миссия, она приходит, в результате, позвали в класс, потому что два пацана подрались, ну, 10 лет, всё нормально, она приходит, она начинает им рассказывать о том, что драться нехорошо, это всё здорово, начинает объяснять принцип поведения в обществе, при этом кто-то её перебивает, и она говорит, будете плохо себя вести, попадёте в полицию. Социальный педагог в школе детей пугает полицией, ну, камон. К большому сожалению нам надо заканчивать, нам и звонят, и пишут в WhatsApp, но время у нас, к сожалению, ограничено, у нас в гостях был исполняющий обязанности замначальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов,